приветствую всех на канале лаборатория моделизма сегодня продолжаю делать и диораму видео о том как создавался вот этот уазик уже есть на канале но в этом я буду делать саму подставку под нее диораму первым делом размечаю чтобы понимать что как будет располагаться идея у меня первоначально когда у меня только появился тромпетеровский уазик у меня была идея сделать что-то про чикатило про поимку чикатило но у меня возникли проблемы с поиском фигурок я не смог найти фигурки милиционеров или даже с чего их перепилить так вот не получилось у меня найти такие фигурки я стал думать и какую же изобразить себе диорамку остановился на теме 90-х то есть это будет место преступления место бандитских разборок без всякой там жести без тел без частей туловища ну то есть это будет просто как зайти слепок эпохи можно сказать остановка общественного транспорта который вы сейчас на экране видите от фирмы до модел у меня вызвало немало удивление что она из гипса они из смолы с гипсом я еще не работал никогда ну клеил его на суперклей как впоследствии оказалось это было правильное решение это достаточно надежное крепление она и держится и сломать его практически невозможно основу диорамы буду делать из шпаклевки мне в комментариях написали под моим видео где создавал другую диораму вот здесь у нас шпаклевка с просеянным песком и немного черного пигмента то есть это будет имитация асфальта никаких пропорций нету это все делается на глазок ну вот буквально шпаклевку в тазик туда же песок туда же чуть-чуть пигмента и замешиваете смотрите что получается если например много шпаклевки мало песка добавляйте песка если наоборот в моем случае например было мало песка он добавил песка но и по консистенции мне кажется что на асфальт она стала в принципе похоже дальше без грунтовки без какой-либо предварительной подготовки просто всю эту смесь высыпаю или я не знаю это сказать переношу с помощью шпателька и разравнивать сразу скажу у этой смеси и шпаклевки несмотря на все ее преимущества у нее есть один большой минус для того чтобы ее красиво нанести необходимо обладать какими-то навыками шпаклевчик потому что у меня таких навыков нету и разровнять эту шпаклевку шпателем так чтобы не было полосок а не оставалось но это было очень проблематично я на это потратил кучу времени и если в этом аспекте сравнивать то то что я делал до этого то есть замешивал гипсы с песком она гораздо проще там наносишь ее плюс-минус не не особо стараясь там аккуратно наносить ну то есть как получилось нанес когда она подсохла берешь шкурочку чуть-чуть зачищаешь потом мокрую кисточку ну вот макарь кисточку с водой разравниваешь и получается идеально ровну или ровной или наоборот бугристая какая-нибудь поверхность здесь мне пришлось изрядно попотеть чтобы сделать ее ровной а и большая часть самого процесса разравнивания осталось за кадром потому что процесс однообразный ну думаю вы технологию поняли как это все делается трещины на асфальт на нашу с помощью шпажки наношу шпажка деревянная она продается в разных магазинах на сырую пока еще не высохла потому что когда эта шпаклевка высохнет она уже не поддается вообще никакому воздействию она становится твердая как камень трещины на асфальт и обильные на нашу потому что на дворе 90-е годы вот и можете кто застал 90-е годы можете себе представить каком состоянии в провинции были было асфальтовое покрытие вот примерно такое же я пытаюсь не терять на землю он же грунт я также сама делаю шпаклевкой по той же самой технологии наносится это пастообразная субстанция и с помощью шпательков разравнивается и придается ей вид земли та же история что и с асфальтом разровнять ее без такие на эти полосок характерных не будучи профессиональным строителем ну сложновато это возможно но сложно меня спасало то что этот грунт будет полностью скрыт под травой и поэтому особую особых там старания к нему не прилагал ну то есть я его не выравнивал до идеально до идеального состояния если бы конечно он был полностью голый например голая земля то там бы пришлось попотеть а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее я наношу серой краской сколы до бетона Мне кажется, что эта краска подходит под цвет бетона Ну и с ними она смотрится с этими сколами, остановка смотрится более живее, мне так кажется Ну а далее тот самый вандализм куда же без него в 90-х, когда дети дорвались до краски и дорвались до остановочного комплекса Ну в общем, тут я особо что комментировать не буду В общем, вандализм он и в Африке отдалил ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Далее я перехожу к асфальту Подобрать цвет асфальта было непросто Я там намешивал разные оттенки Мне кажется, что попал не совсем идеально Но, тем не менее, можно сказать что если по 10-ти бальной системе наверное на 7,5-8 можно сказать, что в цвет асфальта попал Пришейдинг на трещинке я не наносил Не знаю, пришейдинг это называется или просто черный цвет Ну, в общем, вы поняли как наносил я на видео, не снимал Предлагаю просто без комментариев посмотреть процесс нанесения краски на асфальт Это такой весьма ответственный процесс потому что если тут что-то запороть то исправить будет, ну, не то что проблематично но придется переделывать почти все по асфальту ну, я имею в виду по покраске Тут я игрался с разными цветами оттенками, мешал разные оттенки серых добавлял там иногда черные, иногда белые для того, чтобы получилось то, что будет похоже на асфальт Дальше имитация земли используют два земельных оттенков от фирмы ACM Там та же история их смешиваю в разных пропорциях добавляю разные другие оттенки Ну, с землей несколько проще потому что, во-первых, она и так будет скрыта под травой Ну, и во-вторых, даже она сама по себе проще наносится и более реалистично выглядит, чем асфальт Ну, я имею в виду, что добиться реалистического добиться реалистичного вида земли немножко проще, чем асфальт Не то чтобы это совсем просто, но по сравнению с асфальтом я особо здесь трудностей не испытывал Вместе с помощью фиксирования цвета пыли добавил немножко запыленности и изношенности остановочного комплекса потому что он выглядел он совсем как как новенький будет ну а так мне кажется он более будет приближенный к реальности далее наношу траву зелень наношу я по старинке дедовским методом то есть в бутылку насыпаю у меня нету флокатора я это все делаю с помощью бутылки по эффективности это конечно ниже чем флокатор но пользуюсь тем что есть возможно и в скором времени появится и флокатор основа на что будет приклеена на что будет приклеен флок она же трава это клей пва он после высыхания становится прозрачным так что можно его наносить обильно никаких там и лишних капель или лишних там лучше белого клея не останется то есть наносите так чтобы хорошо прикреплялась трава ваша флок и вот такими вот движениями наносим этот флок по честному сказать это было долго но вот прямо долго я не знаю весь процесс не записывал но сыпалась она неспешно покрывала она не все и в итоге заняло это какое-то время весь процесс я не записывал потому что он так вряд ли будет кому-то интересно именно вот вот этот процесс вот но в принципе как мне кажется результат получился хороший мне нравится и как выглядит асфальт и как выглядит диоранка сама ну а здесь я такую изюминку так сказать тело бандита потому что это были бандитские разборки то есть это не случайный человек был убит это некий бандит по кличке ну давайте его там я знаю я когда-то смотрел фильм криминальной россии там говорили евгений какая-то там фамилия по кличке на вам вот предпустим это был он вот так вот его настигла бандита настигла бандитская пуля здесь я имитирую кровавые потеки не сильно много потому что мы зачем это никому не нравится но так чтобы для про формы чтобы показать действительно атмосферу тех времен вот добавил ее немножко вообще в производстве в процессе производства этой диорамки у меня какой-то такой вкус к 90 пошел у меня уже есть планы на другие работы именно тематика 90-х мне кажется это не избитая тема в моделизме и стоит в этом направлении поработать лично мне интересна эта тематика финальные штрихи и готовая работа не забывайте подписываться на канал также на телеграм ссылка на который будет в описании на телеграм! Продолжение следует...